Они еще не совсем взрослые, но уже и не дети. Сотрудники госавтоинспекции и полиции со студентами филиала «Взлет МАИ» пообщались с ними на актуальные темы. В ходе разговора были затронуты вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения, а также различных видах мошенничества. Темы для встречи были выбраны не случайно. Согласно статистике, за прошлый год число мошеннических атак выросло на 23%. Преступники похитили у россиян более 3 миллиардов рублей. Количество дорожно-транспортных происшествий по итогам 2023 года тоже увеличилось на 4,5%. Всего произошло более 100 тысяч ДТП. Профилактика – один из главных инструментов в борьбе с плохими показателями, считают студенты филиала. Я считаю, что такое мероприятие должно проходить, как сказали здесь, ежегодно. Это правильно, потому что молодежь нужно учить. Ей нужно объяснять, разъяснять, доносить, потому что они сейчас считают, что они много знают. Но какие-то моменты очень важные для жизни. Безопасность – это не шутка. Они это упускают. Во время беседы были затронуты такие важные темы, как управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Инспектор напомнила ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения как водителям, так и пешеходам. Сотрудник госавтоинспекции подробно остановилась на необходимости соблюдения этих правил, а также объяснила о последствиях при их нарушении. Противодействие мошенничеству – эта тема также обсуждалась в рамках встречи. Компетентные органы напомнили ребятам о видах мошенничества и рассказали, как не стать жертвой правонарушителей. Гости мероприятия также сделали акцент на последствиях уголовной и административной ответственности за допущенные правонарушения. Это было повторение старого, то есть обновил память по законам, какие административные права нельзя нарушать. Ну, самые простые примеры нам провели. Лекция, в принципе, насчет того, что вначале говорили про пьяных водителей, я ни разу не пил за рулем, потому что я не хочу навести какую-то на себя ответственность за тех же людей, которые могут пострадать вокруг меня. А вот насчет как раз-таки второй уже лекции про мошенников, я ни разу с такими не сталкивался, мне не звонили. Ну, может, звонили, но я просто не брал трубки. Студенты активно участвовали в обсуждении тем и получили ответы на все интересующие их вопросы. Стоит отметить, подобные профилактические работы специалисты проводят на постоянной основе. Достаточно интересно. Ребята относились, задавали вопросы. Было очень много мнений, то есть делились мнениями. Но я надеюсь, что наша плодотворная работа будет продолжаться в дальнейшем. И студическое сообщество не будет нарушать не только правила дорожного движения, но и никогда не будет совершать преступлений. Илона Саакова, Юлия Баховская, Анатолий Калинкин. Ахтубинск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин